Ну что ж, вот и наступил долгожданный 30-й цикл на нашем астероиде. И сегодня, как и обещал, мы будем строить ферму из копателей. Мы уже подготовили специальное место, в котором мы будем всё это выстраивать. И выстраивать мы будем это здесь. Надо бы здесь немножко прибраться, потому что здесь слишком много грязи. Но это попозже. Если честно, то я не помню, сколько места мне нужно для того, чтобы всё это сделать. Я не могу рассчитать, сколько пространства мне нужно для наших копателей. Хотя, в принципе, особо сложного-то ничего и нет. Так что давайте пытаться начинать строить всё это дело. О, у нас новый дубликант. Как они вовремя каждый раз появляются? Давайте возьмём его чутка попозже, сейчас мне лень. Еда. Животные в еде. Уже понятно сразу, как с животным тут относятся. Хорошо, давайте зайдём в базу, где наши клетки. Я бы очень хотел построить здесь потолок, сделать адекватный, но там вода. А куда её девать, я пока что не знаю. Так, наши дубликанты что-то приуныли, я не понимаю, что они тут стоят. Мне нужно построить всего лишь немного клеток, они не могут сделать даже это, что ли? И, кстати, я здесь был немножко неправ. Мы сделали немножко неправильно, давайте переделаем. Воздухопроницаемая клетка будет стоять так. И здесь пневматической двери мне даже не нужно, скорее всего. Хотя, хотя пока что не знаю, сейчас проверим. Ставим одну дверь, вторую дверь. Этого нам пока что достаточно. Можно сделать ещё потолок, но они просто не дотянутся до туда. Сейчас нам нужна ещё еда. Мы ставим здесь переместитель для существ. Раз. И ещё нам нужен хлев. В принципе, уже всё. Уже всё готово. Больше ничего не нужно. В будущем всё это дело мы можем доработать. Сделать это намного лучше. Чтобы, например, у копателей яйца оставались... Так, подождите. Чтобы всё собиралось само. Например, уголь. Сейчас нам придётся собирать всё это дело вручную нашим дубликантам. И, скорее всего, они будут это делать тогда, когда будут свободны. А чуть попозже мы можем ставить, например, автосборщики, какие-нибудь рельсы. Чтобы всё это сразу уходило куда нужно. А сейчас пока что ждём, как бы... Ждём, пока мы это всё изучим. И ждём, пока всё это построят. Нам нужно сразу поставить три кормушки. Три кормушки я пока не знаю, куда можно поставить. Где? Где кормушки? Я забыл, где они? Давайте поставим... Раз, два. Две кормушки нам будет достаточно, скорее всего. И мы поставим здесь складской отсек, скорее всего. Потому что я хочу кое-что сделать. Сейчас, подождите. Мне нужно придумать, что я вообще хочу сделать. Я хочу, чтобы сверху стоял автосборщик. Чтобы он забирал вот из этого ящика весь песчаник. Чё там, магматическую породу. Чё там, живут копатели. И запихивал их вот сюда, вот в наши кормушки. Так что, да. Всё-таки ящик мне здесь нужен. Так, сюда нам нужно выкидывать... Эээ... Всех существ. Нет. Автоотлов при превышении. При превышении кого? Сюда нам нужно закидывать... Блестячок. Нет, это не то. Вот, детёныш-копатель. Копатель. И яйца-копателя нету, да? Всё. Оставляем всё так. Здесь. Животноводство. У нас нету животновода, да? Значит, вот так. Ну-ка, это считается хлевом? Да. Это считается хлевом. Эти двери мы можем, кстати, открыть полностью. Нам уже без разницы, да. Пускай будут открыты. И нам нужен животновод. А подождите, у нас разве нет такого? Придётся кого-то вкачивать в это. Скорее всего, того, кто будет готовить еду, мы вкачаем в животноводство. Почему бы и нет? Как-то на самом деле долго они строят все эти кормушки. Что происходит, я не понимаю. Ящик. Сюда мы будем закидывать пока что только песчаник, скорее всего. А что у нас тут есть? Песчаник? И что ещё можно? Я не помню, что едят копатели. Теперь я знаю, что они хавают. Они хавают песчаник и осадочную породу. Так что выбираем и то, и другое. И в этот ящик они будут складывать... Что? Ты чё, уже полный, что ли? Песчаник. Сколько вы его туда закинули? 19 тонн. Короче, пускай жрут песчаник. Так, подождите. То есть мы можем выбрать, что, кто кого хавает, да? А, я не понял, что сюда складывается. Это кормушка, но почему-то здесь мясо, непонятно что. А, вот, осадочная порода и песчаник. Песка у нас нету. И, насколько понял, мы кормим сразу всех возможных копателей, которые только могут быть на нашем астерое. Я выбрал только детёныши-копатели, выбрал только осадочная порода и песчаник, и сразу уже выбралось всё. Теперь осталось только пересадить сюда всех копателей, которые есть на нашем астероиде. И теперь нам нужно их только отловить. Где наши копатели? Сейчас будет величайший отлов. Где они? Поймать создание. Иди сюда. А, вот отстой. У нас нету таких навыков. Нам нужно вкачать дубликант. Может, мы сейчас возьмём животноводы? Ну-ка. Ничего, что нам нужно. Совершенно ничего. Зато есть 2000 золотого сплава. Замечательно. Давайте возьмём. И я же никого не могу сейчас вкачать. Мы можем вкачать, скорее всего, нашего повара. Давайте подождём, пока он вкачается, и вкачаем ему... Что мы ему вкачаем? Земледелие. Это ещё более отстойно. Нам придётся ждать ещё и двух навыков, чтобы всё это вкачать, понимаете? Ах, и долго мы ещё не сможем сделать эту ферму, походу. И что же нам тогда делать? В принципе, это у нас всё построено уже. Остаётся только дождаться, пока тут всё изучится. Осталось только углублён исследование 0 из 20. А, у нас нету воды 10 килограммов. И здесь тоже нет воды, да ладно? Откопайте здесь. Здесь есть немножко водички. А тут у нас вообще 100 килограмм. Вы прикиньте, давайте докопаемся до сюда, чтобы вся эта вода вытекла. Кстати, в прошлой серии мы достраивали наши водные процедуры. Туалеты, души и всё, что только, возможно, мы тут строили. А также я ещё построил отделитель углерода. И они, наконец-то, его построили. Но он пока что не работает. Почему? Почему-то он не работает. Вот это нам непонятно. А-а-а. 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 Так, ну и что ты теперь скажешь на это? Теперь всё хорошо. Ты начнёшь очищать, да? Ну, давай, начинай. Потому что у углекислого газа у нас просто целая гора. Вы только посмотрите. Это что, что такое? Почему ты не докопал? Здесь целая куча воды, которую нам нужно вытереть. Сейчас его снесёт просто волной. Да? Поехали. Начинаем вытирать. Здесь для вас много работы. Да куда ж ты там ещё потечёшь, а? Насколько много, типа? А-а-а. А, понятно. Сейчас мы пока что начали немножко снизу откапывать. Я хочу, чтобы углекислый газ хорошо циркулировал по нашему астероиду. Потому что здесь он будет очищаться, а здесь он будет скапливаться. Тем более, что вот этот вот генератор выдаёт намного больше углекислого газа. Сколько он там его выдаёт? Я не знаю. Помимо того, что наши дубликанты дышат, так эта штуковина ещё и выдаёт нам его. Сейчас мы всё это достроили, и нам остаётся только ждать того момента, когда у нас появится дубликант, который сможет заниматься животноводством. А пока что я думаю, что можно отсюда убрать всё это, да? Так ведь? О, они ещё и кормушки заполнили. Вы только посмотрите, они уже всё сделали, что нужно было. Давайте тогда просто здесь подметём всё. И, кстати, приоритет надо на этот ящик поставить намного больше, например, семёрочку, чтобы весь песчаник и песок и осадочную породу они в первую очередь убирали сюда. А, и сюда, кстати, тоже здесь приоритет, давайте тоже поставим побольше. Пока что нашим дубликантам заняться совершенно нечем, им остаётся только ждать. И поэтому я хочу, знаете что сделать? Я хочу выкопать вот здесь вот ещё немножко места в две клетки, чтобы тут было пространство в четыре клетки. А, что-то я слишком много, если я выкопаю в четыре клетки, то вот эта штука откроется, и тогда помянем всех наших дубликантов. Давайте тогда сделаем пространство в три клетки, чтобы здесь я мог поставить вот эти вот генераторы и сверху поставить автосборщики, автодоставщики, что только угодно. Нам надо туда поставить, потому что я хочу, чтобы в наши вот эти вот генераторы сразу закидывался уголь автоматически, без помощи наших дубликантов. Потому что рано или поздно у нас здесь будет целая куча копателей, и при помощи автоматизации отсюда будет забираться весь уголь, который будет производить наши копатели. Всё это будет спускаться вот так вот вниз-вниз-вниз, а мясо будет идти куда-нибудь на кухню сразу готовиться, или в рот нашим дубликантам. А уголь будет спускаться вниз к нашим генераторам и запитывать их сразу же. А тут ещё будут стоять склады, в которых будет тоже уголь. Я пока что не знаю, что здесь будет, в промежуточном вот этом вот месте, я думаю, что здесь можно поставить, знаете что? Здесь можно поставить трансформаторы, а вот здесь вот я реально не знаю, что поставить, там непонятно что будет. Что ж, я хочу сейчас посмотреть, есть ли у меня хоть один блок из магматической породы, я хоть что-нибудь делал из неё? Походу, что не делал, я хочу просто кое-что проверить. Температуру... Ааа, у меня нету его. Мне интересна его температура плавления, потому что если вот, смотрите, я здесь поставлю пол из магматической породы, и он будет задевать вот эту штуку. Здесь 1700 градусов. Магматическая порода, скорее всего, расплавится, точнее, ну, теплоизоляционная клетка. И, блин, как-то непонятно, что мне делать с этим? Ну что ж, и закончив 31-й цикл, наши дубликанты отправились спать. Они ничего не сделали, они построили только хлев, и нам, в принципе, остаётся только ничего не делать и ждать, пока у нас появится нормальный дубликант. И сейчас можно начать устраивать генераторы на угле, потому что нам уже не хватает электричества на всё, что есть на нашем стероиде. Знаете, пока нам нечего делать, мы можем просто зайти в описание колонии и посмотреть, что нам покажут. Так, какие у нас тут эти достижения? Целая куча всего. Ага. 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 Достаточно получили всего. Так, что такое? Одернуть за навесу. Откройте 80% карты, следуя местность вне стандартного биома. По идее, это очень сложное достижение. Я смотрел в стиме, там, получили это только 1,4% игроков, вроде бы. Я его получил только потому, что у меня, как бы, тут всё открыто автоматически. Вы посмотрите просто. Тут уже всё открыто, и поэтому засчиталось, что я это уже всё открыл. Нифига, там какая планета летит. Ещё так, на секундочку, кстати, у нас закончилась еда. Как это произошло, я не знаю. Нам нужно срочно, максимально срочно, добавить ещё штук 20 грязевых батончиков. Потому что есть что-то надо. Ну, а ещё, естественно, приоритет на то, чтобы они, наконец-то, вытерли здесь всё. Потому что воды у нас больше нету. Ну, что ж. В принципе, единственное, что я сейчас вижу, пока что, что следующая печать у нас будет через 0 и 9 циклов. Так что, давайте просто подождём до этого момента. Для меня это будет 0 и 9 циклов, а для вас это будет прямо сейчас. Ну, что ж. Уже успел пройти 32 цикл, наступил 33, и наконец-то. Наконец-то, после долгих ожиданий, я получил своего дубликанта. Что ты такое? Какие-то бесполезные способности. Конечно, нам нужен был строитель, и я очень долго ждал строителя. Но, в принципе, строить-то мне больше нечего. Мне нужен животновод. Где мне его взять, я не знаю. Но, блин, строитель-то лишний и будет, на самом деле, на нашем астероиде. И, я думаю, почему бы не вкачать её в строительство и животноводство. Сверхрадостный отклик, это суперпродуктивность. Мне кажется, нам теперь нужно просто сделать огромный декор, чтобы она хорошо работала. Так что, блин, я очень не хочу брать нового дубликанта, но, походу, сегодня она пойдёт с нами. Добро пожаловать в рабство. Она сразу же побежала работать. Что тут происходит? В смысле, увидел друга? В смысле, увидел друга? Вы только познакомились? Вы чё? Сразу выдадим ей целую кучу приоритетов. Она будет строить в первую очередь. И что она ещё будет делать? Животноводство. А ещё она будет убираться, скорее всего. Ладно, зато она пришла к нам, знаете, с чем? Она пришла к нам с... Как это называется-то, я не знаю. Навык, вот, точно. Она пришла уже к нам с навыком, и мы можем вкачать ей агрономию. Я не знаю, почему не вкачивается сразу животноводство, но, блин, какой же это отстой. Это просто даёт два животноводства, а это даёт нам ещё и использование станции существ, отлов животных и животноводства. Понятно. Нам нужно вкачать её ещё немножко. Я до сих пор не понимаю, по какому принципу вкачиваются наши дубликанты и получают они очки навыков. По-моему, если они просто делают что-то, копают, строят, то они получают эти навыки. Так что давайте по полной её сейчас загрузим. В принципе, единственное, как мы можем это сделать, это просто заставить их вытирать всё, что у нас снизу под астероидом. Так что пускай вытирают. И я, кстати, не понимаю, почему они этим не особо хотят заниматься. Вообще не горят желанием. О, вы только поглядите, она уже бегает, строит всё, что только можно. Чё, прям кислорода, что ли, так мало? По идее, тут всё должно быть хорошо. Вот, видите, здесь стоит отделитель, и сюда прям стекается весь кислород с нашей базы. Замечательно. Я, кстати, пока ждал нового дубликанта, увидел кое-что интересное. Вы только посмотрите на это. Ой, сколько здесь микробов? 19 миллионов. Тут было 20. Поверьте, я видел, тут было 20 миллионов микробов. Во, 28. Ой. А мы пьём эту воду. Я не понимаю, как это работает. Смотрите, вот здесь очень грязно. Сколько здесь? 88 тысяч микробов. У меня дезинфицируются... А, 99. А тут... Так тут 18 миллионов микробов. А почему? Почему они ничего не делают с этим? Тут написано, есть зомби-споры. Что это такое вообще? А мне интересно, это вообще реально найти? Цветочный запах, непонятно что это. Такое вообще существует в этой игре? Мне интересно, что будет, если дубликант это вдохнёт. Меня сейчас больше всего раздражает, знаете что? Что наши дубликанты вытирают эту воду, в которой всего лишь по 200 грамм. И они каждый раз бегают туда, чтобы слить эту воду. Так что я сейчас думаю, где мне можно сливать всю эту воду. Мне нужно найти место, в которое я буду сливать эту воду, и чтобы там стоял ручной насос, чтобы они могли нормальную эту воду забрать. Потому что они бегают каждый раз и таскают по несколько грамм туда-сюда. У нас есть раковина, но дубликанты, они как бы тупенькие и не могут оттуда взять воду. Но хотя в принципе мне лень думать, так что давайте пока что просто поднимемся наверх. Я хочу, знаете, просто прокопаться сюда, просто прокопаться сюда, и просто поставить здесь ручной насос. Вот видите, по-моему, просто замечательная идея. Только я немножко неправильно до него докопался. Нужно поставить как-то по-другому всё это. Эх, 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 нет, не так. Давайте копать вот так вот, чётко повыше. Ааа, нас там опять бомбят. Где? Где? За что? Успокойтесь. Ох, так, металл. Ну-ка сколько? 28 килограмм. Офигеть, я хочу его забрать. Знаете, вот сейчас реально вообще не шутки, у нас уже голод. Вы только посмотрите, у нас голод. И если мы сейчас ничто с этим не сделаем, то мы просто помрём. Так что давайте, нам придётся начинать открывать охоту на копателей. Вот на вот этого, например. На какого ещё? Несколько копателей нам придётся убить, потому что нам нужно что-то есть. Реально. Если мы сейчас ничего не съедим, то всё это очень плохо закончится. Ну, кто-нибудь это сделает? Кто-нибудь нападёт на этого копателя? Нам нужно мясо. Сколько мяса ты дашь, кстати? 3200. Вот это они жирненькие на самом деле. Потому что если наш Берт не поест, почему-то он сел в толканье, а именно есть где-то здесь. Почему? Доволен. Счастлив. Ест мясо. Тебе понравится хоть, а? Давай, ну не молчи. Хорош жевать так долго. Какой же он долгий, а? Слушайте, а вот сейчас без шуток, наверное, он ест уже минуту. Это что за прикол вообще? Они реально, они так долго едят всегда, что ли? Я просто никогда об этом не задумывался, и он реально долго ест. Слушайте, цикл скоро закончится. Что происходит? Да ладно. Ты в смысле скверная еда? Это мясо. Ты что, прикалываешься? Блин, надеюсь, что эти копатели не сильно на меня обидятся. Потому что, ну нам нужно их отлавливать. У нас останется только два копателя, что и так мало. Это все, что у нас есть. Я надеюсь, что остальные просто спрятались и закопались куда-нибудь. Потому что у меня их было намного больше вообще-то. На крайняк можно просто вылезти сюда и захавать каких-нибудь цирков. Ну что ж, уже давно наступил 34 цикл, и наши дубликанты только-только начали раскапываться сюда. После того, как я поставил им здесь приоритет в девятку аж. Они так долго не хотели это строить. Просто, просто жесть какая-то. Сейчас придет сюда наш строитель. И, кстати, здесь, скорее всего, тоже надо откопать, да? Здесь тоже нужно откопать. Потому что эта штука не влезает. Ты будешь копать здесь? А, ты просто доставляешь. Хорошо. Ну что, я как быстро... Какой увидел друга? Вы что, прикалываетесь? Нашли время, чтобы... Что вы там делаете? Короче, да стройте это уже. И, кстати, мы задавались вопросом. Здесь мы поставим трансформаторы. Здесь непонятно что. Мы думали, что сюда поставить. И что же здесь вообще может быть такое полезное для нас? И я придумал, что я туда поставлю. Там же будет кухня. Смотрите, у нас получится вот этот вот блок, полностью автономный. И он еще будет выдавать нам целую кучу энергии для всего нашего астероида. Смотрите. Получается, здесь в нижний ряд будут генераторы. Вот такие вот угольные генераторы. Их будет целая куча. Здесь будет целая куча трансформаторов. Все пока что логично. Здесь будет кухня, которая также будет потреблять энергию. Здесь будут лампочки. Здесь будет холодильник. И все это будет жрать энергию, которая будет давать наши вот эти вот генераторы. Здесь также, помимо генераторов, будут еще склады. Здесь будет много складов. Над этими складами и генераторами здесь будут автосборщики, автодоставщики и они сами будут все доставлять в генераторы а также по мостам по рельсам все будет идти весь уголь будет идти сюда же здесь будет целая куча копателей также автосборщиками все будет собираться уголь и еда и уходить конвейером вниз уголь будет уходить генератором а еда будет уходить куда-нибудь сюда и скидываться желобом куда-нибудь сюда и сразу же все это будет готовиться или даже автосборщиком здесь все это будет закидываться сразу в холодильнике которые будут здесь стоять. Ну все, не перфект ли? И получается у нас бесконечная энергия от копателей и она будет уходить туда куда-нибудь на наш астероид. Это наша задумка и которую нужно выполнить до хотя бы до 50-го цикла, скорее всего, я не знаю, до 60-го допустим. Ну а пока нам бы хотя бы докопаться до воды, тут целая куча воды, блестячок и что-то только нету. Они будут лазить сюда, чтобы взять воды для суперкомпьютера, наконец-то, а то они цедят здесь по 100 грамм воды и бегают каждый раз. Что ты делаешь? Что ты здесь оценяешь? В принципе, сейчас нам остается только копать. Это единственное, что нам нужно. Нам нужно откопать вот этот вот блок и пока что остановимся на этом, потому что там дальше очень горячо. Сколько здесь уже? 26 градусов, а здесь резко 1700. Я не знаю, что будет, если я выкопаюсь там. Я только не понимаю, почему они до сих пор сюда таскают по 100 грамм воды снизу отсюда. Вы можете успокоиться, подождите. А, тут огромный приоритет стоит. Ну слушайте, сделайте это потом. Сейчас это не настолько важно. Да, насколько я считал это до этого. Так что сейчас лучше сходить вверх, взять отсюда водички и все. Вы так и будете бегать вниз, да? Да, они так и собираются бегать вниз. У нас изучился пожарный шест и... И что это? Термопластина. Ускоряет или замедляет отдачу тепла в зависимости от типа строительного материала. Прекрасно. Ой, подождите, слушайте, мы же можем эту термопластину поставить знаете где? А насколько она защищает? Она подходит как строительный материал, точнее, ну как блок, по которому дубликанты могут бегать. Ну, в принципе, я думаю, что магматическая порода будет лучше. Мы всегда строили из нее, так что и продолжим строить здесь. Блин, мы до сих пор это не изучили. Нам нужно это изучить. А это же опять время. А мы до сих пор пока что изучаем все эти автосборщики, непонятно что. Как же долго все это изучается. Он изучал это очень долго, а это будет изучать еще дольше. Какой же кошмар. Ха, знаете, я только что заметил, что тут есть реголит. Точнее, не только что заметил, что он там есть, а я заметил, что это фильтрующий материал. По идее, мы сейчас можем выкопаться, взять себе реголита. Только наши дубликанты, скорее всего, сдохнут, и тут будет очень жестко. По идее, там вакуум, а вакуум там бесконечный. И если я выкопаюсь хоть немного туда, и не сделаю двери, допустим, шлюз такой из двух дверей, получается одна дверь, пространство и еще одна дверь, то получается весь кислород с нашей базы просто вылетит туда. И мы останемся без кислорода, и вообще все схлопнется, и ну так должно все это работать. Ну что ж, ладно, строители, на наши стероид мы уже взяли. Мне осталось только взять еще одного дубликанта, и это должен быть кто-нибудь, кто будет ухаживать за животными. Тут такого, да, такого тут нету. Значит, мы возьмем, скорее всего, еду. Дреконов у нас целая куча уже, так что давайте возьмем грязекорень. И нам остается только ждать. Ждать, пока ученый изучит, и наш дубликант вкачается в земледелие. Какое земледелие? В животноводство. Кстати, по кислороду здесь стало совсем все хорошо, вы только посмотрите, у нас весь углекислый газ ушел вниз. Он остался внизу, и сверху у нас уже кислород. По крайней мере, наши дубликанты не будут задыхаться ночью. Кстати, ой, а койка-то этот, койка сама закрепилась, да? А то я забыл ей выделить койку, и она бы спала на полу. Ладно, что ж, пока что ждем. Я, если честно, я не знаю, что сейчас можно делать. Мне нужно только подождать, пока наш дубликант вкачается. Больше мне делать нечего. Мне нужно подождать, пока у нас магматическая вот эта вот штуковина откроется, и пока у нас кто-то вкачается в животноводство. Все, больше нам делать нечего. Ну что ж, я прождал еще целый цикл. Целый 35-й цикл. Они так ничего и не сделали. Уже 36-й, и они до сих пор, блин, не вкачались. Я не знаю, что нужно им делать, чтобы они вкачивались намного быстрее. Возможно, это от декора зависит, но декор у меня так себе, на самом деле. Вы только посмотрите, что здесь происходит. Я хочу поставить какие-нибудь статуи, но я этого пока что не изучал. И, кстати, наш ученый, он доизучал, наконец-то, все, что нам нужно. Умный складской отсек и все, что только можно. Но самое важное для меня было автосборщик. Мне нужен обработанный металл, так что совсем скоро мы будем обрабатывать уже не песок, а медь, скорее всего, да, из меди мы все это будем делать. И автосборщики нам нужны будут здесь, здесь, здесь. Нет, здесь не надо будет. И здесь. Но я думаю, что это уже в следующей серии. Сейчас мы уже очень много сделали. Мы сделали хлев, мы наконец-то его построили. Осталось только, блин, вкачать нашего дубликанта, чтобы кто-то мог работать с животными, потому что мы их даже поймать не можем. Вы прикиньте? Так что я буду ждать, пока наши дубликанты вкачаются, а вы будете ждать, пока выйдет новый видос. Ха-ха. Всем хэшки, друзья, с вами, как всегда, Алекс, и огромное вам спасибо, что вы досмотрели это видео до самого конца. Ну, а если вы досмотрели его до самого конца, то, возможно, оно вам понравилось. И если это так, то обязательно влепите под ним лайкос, чтобы поддержать мой канал. Также я стараюсь как можно чаще выпускать свои видео, и если вы не хотите пропустить следующее, то обязательно подписывайтесь. Ну, а еще хочу вам напомнить, что я отвечаю на каждый ваших комментариев, так что пишите, задавайте вопросы, а также обязательно подсказывайте мне что-то по игре, помогайте, потому что сам я не особо разбираюсь до сих пор. И, кстати, это далеко не первое видео по этой игрушке, так что обязательно гляньте те видео, которые уже вышли на моем канале. Что ж, ну, а я думаю, что постараюсь, и как можно скорее выложу следующее видео. Ну, а сейчас мне пора идти, и с вами, как всегда, был Алекс. Всем удачи, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok